Друзья, всем привет! С вами Никита Дилэй, и мы продолжаем играть в нашу любимую карьеру на карте свопа Агра 2 сезон. В прошлой серии, друзья, мы засеяли поля. 31, 32, 33 мы засеяли лавандой. А 13 и 14, друзья, мы с вами засеяли подсолнечником. И вот только что он созрел. Единственное, друзья, не хватило немножко семян здесь. Осталась маленькая полосочка вот такая, но я думаю, это не особо большая проблема. И, кстати, вот помните, я говорил, что 8 закрывается, и было бы неплохо, чтобы сейлка пополнилась в 19.59. Друзья, это вот не подстроено, это вот так вот курс плей решил, вот так вот именно получилось. Ну да ладно. Также, друзья, у нас небольшой минус, из него надо выбраться, поэтому у нас тут есть немного цементика. Мы его съездим, продадим. Два рейса мы сделаем по 80 тысяч и продадим этого цемента. Соответственно, у нас будет копеечка на всякие расходы. Плюс, друзья, мы с вами запустили в прошлый раз нефтеперерабатывающий завод. Я за кадром сюда привез всю нефть, которая у нас была. У нас было полтора миллиона кубов нефти. Полтора миллиона кубов это я загнул. Полтора миллиона литров или полторы тысячи кубов. Как-то так. Короче, дохренища нефти у нас была. Я ее сюда всю привез. И она теперь перерабатывается в дизель, мазут и полимеры. Полимеров, кстати, на складе уже немало. Ну, в принципе, полимеров столько же, сколько мазута. Их одинаковое количество производится. Если что, можно так и судить. Будет примерно под 200 тысяч, мы их отсюда вывезем. Соляру, соответственно, тоже. Пускай пока лежит здесь, вывезем, когда надо будет. Кстати, о соляре, скорее всего, мы себе 1200 оставим, чтобы технику заправлять. Остальное будем продавать. Денег стоит все-таки. Но пока ее нету в промышленных поштавах, чтобы на этом зарабатывать. Пускай она производится и все. У нас на заправке, кстати, еще есть 27 кубов. Это с учетом того, что мы постоянно здесь заправляем технику. И завезли мы сюда, по-моему, один прицеп на 40 тысяч или на 45. Точно не помню. Так что, в принципе, 200 кубов мы сюда, если затарим, то этого хватит до конца игры. А потом все равно еще накачается. Если что, потом произведем. В общем-то, с солярой у нас нынче проблем нету с топливом. Оно у нас теперь есть в достатке все время и будет на продажу. Да, кстати, друзья, насчет 99-го поля, которое у нас было. Сейчас, друзья, этого поля у нас нету. Я его, скажем так, снес. Я просто засеял тут траву. Не удобрял ничего. Просто засеял траву. Так что сейчас это поле такое же, как было изначально на карте. В общем-то, друзья, давайте начинать работать. Соответственно, друзья, с чего начинаем мы работу. В первую очередь, 31-е поле. На нем у нас засеяна лаванда. Она убирается с помощью вот такого вот силосоуборочного комбайна. И в паре с ним будет работать наша красная татра. Тут, на самом деле, очень немного лаванды этой будет. Кстати, написано 50% созрело. Но она в таком состоянии находится, наверное, с 12 часов дня. Это с учетом того, что посев мы закончили в 7 вечера. В 8 вечера. В общем-то, друзья, тут обычный маршрут будет по челночной системе. Вперед-назад. Потому что тут комбайн, скажем так, маленький. Ему есть где развернуться. Разворачиваем вот это вот все дело. И генерируем ему обычный маршрут, который даже сохранять я не буду. В поле 31. В общем-то, все стандартно. Возврат на старт. Пускай будет там. По маршруту мы его пока не запускаем. Сначала загрузим маршрут вот для этого вот парня. Его мы сейчас как накомбинируем со всей силы, так и хоть стой, хоть падай. В общем-то, для начала комбайн выбираем FS850 у нас. Далее открываем наши маршруты, дабы их накомбинировать со всей силы. Это будет поле 31 база. Потом будет база выгрузка. И обратно на поле по маршруту поле 31 база. Да, вот так вот. Что-то в последнее время иногда косячит все это дело. И он поедет с точки. Ну ладно. Видимо, его придется отправить именно по маршруту, чтобы он доехал до поля. Но ничего страшного. В общем-то, мы его здесь тогда отправляем. А сами переносимся в комбайн. И, как обычно, нам нужно же немножко пройти это все дело вручную. И с ближайшей точки, соответственно, начать. И он все равно не захотел. Блин, и потоптал урожай. И вот засранец. Ну, что ты начинаешь? Ну, нормально же общались. Тут уже столько натоптал, что можно и со стартовой запустить. Все, хорошо. Сейчас, соответственно, к нему подъедет наша Татра. Я надеюсь, он будет справа с... А, он может здесь, кстати, не развернуться нормально после первого прохода. Здесь все-таки немножко узенько так-то. Да, у него ничего не получилось. В общем, ладно. Проедемся чуть-чуть рядом с ним. Запускаем по маршруту. Он все равно едет к комбайну. Да что ж с тобой не так-то? Ну, давай, разворачивайся. Все, радиуса ему хватило. После первой проходки есть вероятность, конечно, что он там не сможет развернуться, потому что там узковато. Но в целом поле он будет убирать довольно-таки стабильно. Я в этом не сомневаюсь. И вроде как он не должен. Надо беспокоить. Так что мы этих ребят оставляем работать. Вот так вот у них, собственно, вся работа будет. Посмотрите, насколько мало лаванды будет получаться. Еще тысячи не набралось даже вот. Хотя они довольно много уже проехали. Попробуйте угадать, в общем-то, сколько с этого громаднейшего поля будет лаванды. А мы, друзья, идем дальше. Дальше у нас, друзья, идет тринадцатое поле. Мы его будем убирать одним комбайном. Мне почему-то захотелось сделать именно так. Соответственно, тоже простой маршрутик мы ему генерируем на наше тринадцатое поле. Опять же, без поворотной полосы. Соответственно, заводим это все дело. Раскладываем это все дело. Подъезжаем к полю. Начинаем уборку. Из ближайшей точки этого товарища запустим. Вот отсюда, например. Давай, друг, с ближайшей точки погнал. Ну и что ты начинаешь-то? Смещение появилось. Ну, бывает. После работы в паре иногда остается. Ничего страшного. Давай вот так. И все. У тебя все замечательно. Ты, в принципе, должен справиться. Кстати, поле я удобрил. Три раза. Уже после посева непосредственно. За два часа справиться. Замечательно. К этому товарищу мы выставляем нашу черную татру. Опять-таки, давайте намутим ей маршрут. Это у нас будет поле 13 база. Потом, соответственно, как обычно, база выгрузка. И еще раз поле 13 база. Вроде работает. Выбираем ему комбайн CR-1090, который в 200 метрах находится. И запускаем по маршруту. Да, ему все-таки надо будет выехать на дорогу. Он хочет приехать на поле сам. Хочет сказать, что он хороший мальчик. И, ну ладно, хочет так хочет. Это его право, на самом деле. Кто я такой, чтобы его осуждать? У меня получилось. Он молодец, на самом деле. Ну и ладно. Бог с ним. В общем-то, эти парни тоже должны вполне нормально работать. Думаю, проблем у них быть не должно. Ну и остается, друзья, у нас пятое поле, которое мы в прошлый раз убрали. Но ничем не засеивали, соответственно, нужно подготовить его к посеву и засеять. Для этого у нас будет работать два трактора. Вот этого товарища красненького мы сейчас запустим, чтобы он у нас это все дело удобрил. По маршруту поле 5, удобрение 40 метров. И со стартовой точки давай, друг, я в тебя верю. У тебя все должно получиться без проблем. А вот этого товарища синенького мы с вами запустим вслед на культиваторе. Там застрял, да, первый разворот у них. Сейчас я поправлю, поставлю этого в работу, поправлю. А в общем-то, товарищ, который будет все это дело культивировать. И у нас есть маршрут поле 05, посев 9 метров. Нет, поле 5, посев 12 метров нам надо. Где он только вопрос начинается? Начинается он замечательно справа, на уже удобренной зоне. Тоже, видите, у него два кружочка есть поворотной полосы. И это очень хорошо. Поэтому, дружище, давай-ка ты со стартовой точки тоже начнешь работать. Погнал. Соответственно, как только он закончит свою работу, мы еще раз удобряем поле и запускаем по этому же маршруту работать сейлку. Ну и, друзья, так как у нас все работают, соответственно, можем и мы немножко поработать. Давайте в первую очередь возьмем вот этого нашего любимого оранжевого америкоса и поедем, продадим две телеги с цементом на две разные стройки по 80 тысяч. Соответственно, вот этого черной телеги нам понадобится. Хобана! Вот так вот. Соответственно, едем на цементный завод, едем, продаем все, и потом возвращаемся обратно на базу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Соответственно, отвезли мы немного цементика, два прицепа. У нас есть на балансе 172 тысячи. Гребаные штрафы меня достали, ребята. Я не знаю, есть вообще возможность их отключить? На самом деле, мне бы это не помешало. Когда у нас было на балансе постоянно несколько миллионов, они мне, в принципе-то, не мешали, пофиг на них было. Но сейчас, когда у нас каждая копейка на счету, они меня начинают напрягать. Но хочется все-таки 130 гонять, а не таскаться под радар. Я и так стараюсь их объезжать, знаю, где они стоят. Можно выехать иногда на встречную полосу. Ну ладно. Друзья, что мы делаем дальше? Дальше, друзья, я хочу попродавать силос. У нас его очень много, поэтому какой-никакой минимальный доход, он нам нужен, мы его будем так, знаете, партиями по 10 прицепов продавать, чтобы цена сильно не проседала. Для этого нам нужен конвейер и прицеп. Соответственно, конвейер за 12 тысяч мы с вами покупаем. И нужен какой-нибудь прицепчик. И, в принципе, вполне подойдет хорошо известный нам вот этот на 40 кубов прицеп. Почему бы и нет? Давайте купим его. У нас на балансе 109 тысяч остается, но сейчас, как я уже говорил, если мы идем продавать силос, то наш баланс должен будет немножко подняться. Друзья, что нам нужно для продажи силоса? Нам нужен конвейер, который мы купили. Давайте-ка его выставим. Я думаю, вот так вот будет вполне нормально. И единственное, нужно нажать разгрузиться здесь, чтобы он заработал. И, друзья, у нас есть маршрут продажи силоса. Для трактора. Но этот маршрут был под другой конвейер. Он не так стоял. Я даже не хочу, на самом деле, его тестировать. Давайте запишем другой. Для этого мы берем вот этот трактор. Ставим его вот сюда под загрузку. Удаляем старый маршрут продажи силоса. Вот он. Он нам больше не нужен. Промзона выгрузка 2, кстати, нам тоже не нужен. И начинаем запись маршрута. Смотрим, загружается здесь или нет. Все прекрасно загружается. Единственное, друзья, мы с вами проедем вперед чуть-чуть и отстегнем телегу. Потому что маршрут будем писать задним ходом без телеги. А проедем мы с ней чуть-чуть, чтобы ее убрать вот с этого места. И здесь мы этот маршрут останавливаем. За его работоспособность, я сразу говорю, не отвечаю. Надо его обязательно протестировать. Потому что много может быть нюансов, связанных с таким маршрутом. Да и мне не понравилось даже, как я со склада выехал, на самом деле. Здесь мог спокойно... Видите, где следы проходят. Мог спокойно вот здесь вот, например, телегой цепануть. Вот эту вот красную хреновину. Не знаю, как это. Отбойник, не отбойник. Это... Не важно. В любом случае, давайте сейчас запустим это дело по маршруту. И проверим один раз, как это все дело у нас будет работать. Вот, например, вот с этой точки мы это все дело поставим. Маршрут, кстати, да, надо сохранить. Называться он будет продажа силоса, как и в прошлый раз. Это у нас будет транспортировка и продажа. Выбираем вот здесь вот силос. Вот он. И с ближайшей точки мы это все дело запускаем. Единственное, что пускай он съездит 10 раз. Потому что ценник потом провалится. Нам больше, в принципе-то, и не надо. 400 кубов продаст, и хорошо. Опять-таки, если все это дело будет работать. В этом бункере нет такого продукта. А я даже знаю почему. Потому что я лошара. И действительно, ведь во втором бункере... Твою мать. Ну вот как я так опростоволосился? Друзья, тогда надо его переписывать. Хе-хе. Ну вот так вот бывает. Продажа силоса. Удаляем тогда этот маршрут. И сбрасываем его нахрен. И, соответственно, у нас опять тут ворота закрылись. Вот так вот оно все загружается. Вот так оно все будет работать. Ну и дубль 2. Начинаем запись маршрута. Поехали. И вот здесь мы этот маршрут прерываем. И сразу же его сохраняем. Продажа силоса. Ну и сейчас наша цель еще раз его протестировать. Неудобную телегу, конечно, там оставил. Ну ладно. Делаем то же самое, что и в прошлый раз. Ставим сюда силос. И запускаем с ближайшей точки 10 раз попытка номер 2. Отлично. Он хотя бы загружается. Это уже радует. Соответственно, доехать до биогаза, я думаю, ему проблем не составит. А вот выгрузиться там, это уже может быть как минимум интересно. В общем-то, давайте посмотрим, что там будет на самом биогазе. Музыка. 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 Итак, друзья, маршрут работает. Меня это несказанно радует. 130 тысяч у нас на балансе. Давайте посмотрим, сколько, кстати, обошелся прицеп силоса. Доходы биогазового завода 21 тысяча. Но это ли не прекрасно? В общем-то, ценник будет постоянно проседать. То есть, следующий прицеп у нас уйдет намного меньше. И, в общем-то, 10 прицепов пускай он продает. В следующей серии мы поставим еще, продадим еще 10 прицепов. И, в общем-то, вот так вот потихо мы будем избавляться от этого гребаного силоса. Ну и, друзья, как вы уже догадались по названию этого видеоролика, сегодня я собирался построить еще один завод. Конкретно Химпром. Находит он у нас на юге карты. Давайте посетим его. 112 тысяч стоит приобретение участка для строительства. У нас эти деньги есть, плюс там продается силос, так что все в порядке. Мы можем без выгрызений совести заплатить 112 тысяч. Соответственно, нужно привезти сюда материалы для строительства. Они у нас все есть, все в наличии. Поэтому давайте, в общем-то, везем сюда бетончик, потом бетонные блоки и потом поддоны с брусом. Или наоборот, там как карта ляжет. Это все, кстати, у нас хранится на нашем новом складе. Так что поехали все это дело возить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и друзья, случился небольшой косячок, меня не пускает на склад. Хотя режим работы с 6 до 20.00, а еще 20.00 не наступило. И как это понимать, мне интересно. Хотя мне кажется, если бы меня не пускало, закрылся бы шлагбаум. Неужели выдача продукции закончилась? И прием. Я не знаю, как это объяснить. Вообще, эти двери открываются кнопкой мыши. Закрыто время работы с 6 до 20.00 часов. Еще ж нету столько времени. Что за херня? Ну, в общем-то, тогда не судьба нам сегодня, друзья. Построить этот завод я тогда это сделаю уже за кадром. Отвезу последние недостающие брус и бетонные блоки. Хотя бетонные блоки, кстати, может быть, на ЖБИ у нас есть. Потому что я оттуда их полностью вывез. И, соответственно, они начали делаться новые. Сколько у нас их тут? 72.000. Бетонные блоки, друзья, мы можем отвезти прям свеженькие, прям с завода. Я подобрал еще один подорожник. Кстати, когда 10 штук подберем, у нас появится карта этих подорожников. У меня на тестовом аккаунте, то есть на тестовой сохранялке, уже эта карта появилась. Но мне что-то как-то впадло было заморачиваться. Но, насколько я знаю, если их собрать все 100 штук, то будет лям. Лям лишним не бывает, кстати, но специально я их искать сейчас не буду. Соберем случайно 10 штук, тогда и упоримся поиском этих самых подорожников. Ладно. Друзья, сейчас мы едем тогда за бетонными блоками. А брус уже тогда я с утреца, как только завод откроется, я тогда его и привезу. В общем-то, друзья, привезли мы сюда бетонные блоки и бетон. Остались поддоны с брусом, которые у нас лежат на складе. Склад откроется только в 6 утра. Как только стукнет в 6 утра, я сразу же первым делом рванусь сюда и запущу эту гребаную стройку. В общем-то, друзья, на этом мы будем заканчивать. У меня осталось много работы на ночь. Пятое поле у нас уже докультивировалось. Его осталось только лишь удобрить. И, соответственно, настанет в 6 утра, я запущу сейлку. Вот это поле с лавандой еще убираться будет часа 3 не меньше. И после всего этого дела, друзья, вы не поверите, но именно сейчас пришел момент, когда его нужно пахать. Поэтому за ночь его нужно еще удобрить, вспахать и еще раз удобрить. И в 6 утра, разумеется, будет запущена еще одна сейлка. Ну и 13-е поле пахать, слава богу, не надо. Его достаточно будет только прокультивировать. Соответственно, оно уже почти убрано. Тот комбайн справился намного быстрее. В общем-то, там тоже культивация и удобрение. Все просто. Ну и с утра, опять-таки, сейлка. Попробуйте угадать, что же я буду сеять. Но в следующей серии уже у нас построится химпром. Мы его затарим. Будем уже делать мешки. Ну и, соответственно, будет у нас очередная уборка урожаев. На этом, друзья, все. Не пожалейте, пожалуйста, лайк. Очень много времени уходит на запись всех этих роликов и их монтаж. Пишите свои комментарии. Опять-таки, я говорю, попробуйте угадать, что же мы все-таки посеем. Вступайте в нашу группу ВКонтакте. Там уведомления о стримах. Подписывайтесь на второй канал, на котором идут стримы. Подключайтесь к нашему каналу в Дискорде. Соответственно, играйте с нами, общайтесь с нами. Ссылки на все это добро есть в описании. Всем спасибо за внимание. С вами был Никита Дилей. Всем всего доброго. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!